Вы знаете, за эту неделю так много событий произошло, особенно через призму неудавшегося, так скажем, мятежа Пригожина в России, и что подхлестнуло буквально все политические центры на планете, вы видели, как были активны в этих событиях и коллективный Запад, и Соединенные Штаты Америки, и Китай отметился здесь, буквально все отметились в этой тематике, потому что они увидели уязвимость современной России, то есть не все так спокойно в этом Датском Королевстве, в первую очередь реакция была такая из-за того количества ядерного оружия, которое было там, и поэтому именно так пристально и так озабоченно прореагировал этот коллективный Запад во главе Соединенных Штатов Америки, и вы видели, какие были там контакты, даже публично, то есть это не скрывалось. И вот после этого посмотрите, сколько разных вышло анонимных статей, потом ссылок на те или иные высокопоставленные источники, как вы понимаете, я это не люблю комментировать, но когда это вышло в таком огромном количестве, и от Вашингтона, и до Пекина, и особенно в теме ядерного оружия, начинаешь понимать, плюс и тут в этой же тематике визит Уильямса Бернса к вам в Киев, и в этой же связи интервью генерала Залужного в Вашингтон-Пост, то есть вот это все вместе надо смотреть в призме, и вот то, что сегодня, например, премьер-министр Швеции здесь вот в данную минуту в Вашингтоне в Белом доме встречается с президентом Байденом, Байден вылетает после этой встречи через пару дней в Лондон на встречу с Ришей Сунаком, вот, у вас в Польше сегодня находится итальянский премьер, не у вас, по соседству я имею в виду, Джорджа Мелони находится в Варшаве, то есть идут такие сильные консультации, и я вас уверяю, это все проходит через призму этой войны, вот, и на повестке дня ключевые вопросы, это вот как ядерная тематика, я имею в виду в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты и Китай, вот, а и плюс вот тема НАТО и членства Украины, или же вот тема вопрос создания, вопрос безопасности Украины, то есть вопрос членства Украины, вот, сразу же после войны, вот, на период от этого саммита до следующей саммита в Вашингтоне, и вот, в повестке дня мы видим сегодня, выбрасываются огромное количество разных вариантов, от вариантов израильского, южнокорейского, там, японского, да, варианта Бориса Джонсона, вот, но в этой связи я хотел бы вспомнить, я недавно разговаривал с моим близким другом, многолетним, он довольно очень умный человек, бывший помощник Гейдара Алиева по политическим вопросам, Эльдар Намазов, вот, и вот он высказал такую мысль, я просто ее публично освещаю, вот, именно как Столтенберг, когда сказал о том, что давайте, когда вот президент Зеленский на него давил, вот, вот, то, что протестировали вот сейчас, касательно того, что президент Зеленский озвучивает, вот, он же не только Столтенбергу и Байдену, он это всем говорит, вот, Столтенберг сказал о том, что давайте сначала победите Россию, а потом будем этот вопрос рассматривать, ну, в этой связи мой друг и задался таким риторическим вопросом, если с такими критериями принимали бы в НАТО всех членов НАТО, вот, из этих 31, сколько сегодня было бы на планете членов НАТО? Задать с простым вопросом, да, вот, и на самом деле, да, что за идиотская подстановка вопроса, и после этого, естественно, логично выходит и другой вопрос, да, то есть, если Украина побеждает НАТО, то на кой черт это НАТО нужно уже этой Украине? Если Украина побеждает так называемую вторую армию? Может быть, Украина уже сама будет решать, какой формат системы безопасности и с кем ей это нужно? Вот, поэтому здесь очень важно еще понять, насколько вот эта ситуация и какая ситуация очень важна сегодня для Украины, поэтому на всех у них, на все эти 31 страну у них есть рычаги влияния, включая вот, например, на ту же Турцию, мою родную Турцию, тоже есть рычаги влияния, и вот сейчас этот вопрос тоже решается с премьер-министром Швеции, Швеция сделала то, что Швеция должна была сделать, заставили Швецию сделать, не знаю, американцы заставили, турки заставили, но Швеция артачилась, она сделала. Теперь просто решается другой вопрос, вопрос решается тот, что F-16 для той же Турции, там 20 миллиардов, если американцы дают, артачится уже не Белый дом, артачится уже в Конгрессе, в Сенате, там конкретные сенаторы, есть такой сенатор Менендес, проармянский, который, так сказать, находится у них на довольствии, вот, который все время выступает против Азербайджана и Турции, да, по всем вопросам, вот, вместе с Нэнси Пелоси, вместе с Адам Шифом, вот они все, ну, теперь, а он демократ, он демократ, и один из лидеров демократической партии, вот возникает, а сегодня демократам нужно сегодня договариваться, да, и с Турцией, и с Азербайджаном, поэтому, скорее всего, здесь, также они могут найти Соломоново решение, вот, как раз на эту тему и говорят. То есть, опять же, посмотрите, двойные стандарты везде, то есть, там, где надо, американцам, американцы это договаривают, они могут это сделать, вот, поэтому, надо сделать так, я всегда вам тоже говорил, вот, когда говорите в начале передачи, вы должны благодарить, вы благодарите. Да, хорошо, когда люди благодарны, это хорошо, но в первую очередь благодарите себя, своих солдат, свою армию, потому что однозначно, вот я вас публично благодарю, потому что именно благодаря тому, что вы стали вот так крепко, да, уперлись рогом, да, вы поменяли повестку дня, и вы сделали так, что и здесь осмелели, здесь стали двигаться в нужном направлении, понимаете, просто я всегда вам говорил о том, надо сделать так, чтобы ваши интересы совпадали бы с интересами Америки, если они на 24 февраля были на уровне нуля, так скажем, да, не было такого уровня, то сегодня уже наверняка они на очень высоком, ну, больше 50% однозначно, ну, надо просто это увеличивать, опять же, вот здесь параллель очень уместно, 30 лет назад никто не поддерживал Азербайджан в вопросе Карабаха, правильно, и не поддерживали Соединенные Штаты, я уже про других вообще не говорю, да, Евросоюз там и кто-то, а сегодня они давят уже на Армению, заставляют, значит, мы сделали правильную внешнюю политику, что-то так сделали, что заинтересовали американцев, или политическая конъюнктура еще поменялась, им стало уже выгодно нас поддерживать, вот и вы должны сделать так, и вы должны быть в таком состоянии, ну, как страна, как общество, как армия, как ситуация на поле боя, вот эта монолитность, да, и правильно работать и в информационном поле, и в дипломатическом аспекте, правильно иногда, вот как вы сейчас сказали, что президент Зеленский не всегда следует канонам дипломатии, да и правильно делает, да и правильно делает, потому что его народ платит за эту кровь, и это работает, вы видите, как это работает, и ваш вот, это самое, генерал Залужник интервью, это, ну, что сказал, он послал всех, вот этих, которые давят на Украину и давят на него в том числе, он послал всех за русским кораблем, да, если так простым языком выражаться, да, говорит, отстаньте, что вы, я не буду все равно это делать, он так и сказал, я, мне нужно оружие, да, и он говорит о том, что генерал Милли меня понимает, а когда он это говорит, значит, меня не понимают некоторые политики, и этот месседж был, в первую очередь, и политиком в том числе, и в Белом доме, и в Конгрессе, то есть все те, которые, там же, имейте в виду, вот вы когда говорим, башня Кремля, и здесь тоже есть свои башни, ну, как хотите называйте, это не башня Кремля, башня Белого дома, башня администрации, Госдепа, но здесь тоже есть, потому что основная масса аппарата, основная масса аппарата, это те же люди, которые занимались перезагрузкой, вот то есть самое, они сидели на разных должностях, да, то есть кто-то продвинулся вперед, и Блинкин продвинулся, он руководил аппаратом у Байдена, Виктория Нуланд еще на одну ступеньку стала первым заместителем госсекретаря, она также была заместителем госсекретаря, и так далее, и тому подобное, да, то есть многие сегодня остались, а это все те, которые занимались перезагрузкой, но появились и те, которые сегодня, ну, конкретно не хотят заниматься этой перезагрузкой, понимают вот эти геополитические вызовы, поэтому в вопросе членства Украины в НАТО точно так же, вот эта борьба происходит внутри, то есть и подводят, они все подводят в той или иной мере администрацию и лично президента, да, потому что этот президент точно так же, слабый президент, я не скрываю, этот президент не харизматичный, это не Рейган, далеко не Рейган, да, но других нету, что тебе делать, других нету ни среди республиканцев, ни среди демократов, надо, значит, работать с теми, кто у нас есть, и поэтому нужно создать такую ситуацию и на них давить, для того, чтобы они пришли бы к этому правильному решению, и если сегодня вот Украина вот и сделала эти заявления, она правильно сделала, я думаю, Украина должна еще расшифровать еще такой вопрос, и вы не должны прям зацикливаться на этой тематике, вот просто так вот, допустим, не принимайте или делайте не так, как мы хотим, и не так дорожные карты, или опять витиеватость какая-то появляется, да, но тогда вы должны уже понимать, что есть и другие пути, есть и другие пути, по которым можно идти, то есть и примеров этому достаточном количестве, это не только я имею в виду вот этот израильский, там южнокорейский, японский или вариант того же Азербайджана, да, Азербайджан тоже самый же, он закрылся зонтиками на уровне своей географии, на уровне своей проблемы, на уровне своего суверенитета территориальной социальности, он решил эту проблему, да, и вы можете так решать, и у вас есть для этого конкретные союзники, то есть есть те, которые именно легче подпишутся, я имею в виду и Лондон, я имею в виду и Варшаву, я имею в виду и страны Балтии, этого достаточно будет, этого достаточно будет для того, чтобы, я имею в виду на переходный период, а пока война идет, все знают, что в любом случае принимать не будут, вам нужна какая-то конкретика, поэтому если вы не будете зацикливаться, а если вы будете показывать уверенность в плане того, что вот мы идем этим путем, да, вот мы освободили Сумскую, Киевскую, Черниговскую область без вашей помощи, то есть не было никакой помощи, сегодня уже, слава богу, на определенном уровне эта помощь есть, да, и как будто бы она двигается. Наш генерал-залужный сказал, что ему тема ядерного оружия не интересует, то есть вы меня шантажировать этим не сможете, ни меня, ни мою армию, ни мой народ, то есть мы на это не поддаемся, и на самом деле это видно, их смущает, заметьте, кто болезненно реагирует, Байден реагирует, Си Цзиньпинь, Европа, то есть они реагируют на это, украинцы так сильно не реагируют, потому что они понимают, что это не украинская проблема, это их проблема, да, Украина и так прошла через несколько хиросим, может быть, поэтому вы уже сегодня, назад дороги нет, да, вы уже идете по этой тематике, более того, вы видели их как-то непонятное отношение к Каховской гидроэлектростанции, да, вот то, что как они не так прореагировали, поэтому зачем вам сегодня зациклиться на эту тему, это их проблема, я так думаю, я так думаю, именно вот такая тактика, именно такая тактика, она может привести к тому, что они и с этими АТАКМСами, и с этими С-16 побыстрее начнут шевелиться, да, в этом плане, потому что, может быть, откупаться будут, откупаться будут, а какая разница, каким образом, потому что сегодня, например, сегодня не стоит тема приема НАТО, да, пока война не закончится, но если в результате этого саммита, и на этот, да, этот саммит, даже если Зеленский не полетит, а в результате этого вам выделят там 150-200 АТАКМСам, или то, что попросил генерал Зеленский в интервью в Вашингтон-Пост, какая разница, а потом, потом будете разбираться, и потом это НАТО совершенно будет по-другому работать, это все, надо, проблемы решать надо по мере их поступления, но с другой стороны, в политическом контексте, вот именно эта тактика очень важна, понимаете, главное определиться правильно со стратегией и тактически реализовывать вот эту стратегию, вот в моем понимании отношений, вот я поэтому вот проанализировал это все, и как вы поработали, я увидел заявление Зеленского, я увидел выступление Залужного, который молчит, я увидел выступление Данилова, который тоже на эту тему высказался, то есть я увидел официальные лица, которые нет-нет, что-то сказали, и плюс, понимаете, здесь очень важно показать, что это единая позиция, единая позиция, если завтра, допустим, не получите того месседжа, что вам надо, но я не думаю, что вы не получите 100% того месседжа, что надо, может быть, вы получите половинчатое, то есть может быть какое, потому что они прекрасно понимают повторение 2008 года, не может быть, и это плюс, на них идет огромное давление, то, что вот вы уже собрали там 21-22 страны, но самое главное это Великобритания и США, а вот они сейчас будут решать, вот смотрите, вы довели ситуацию, я завершаю, довели ситуацию до такого уровня, что они сегодня вынуждены, уже они, Байден понимает, если он не хочет, ездит туда и возвращаться с позором, потому что завтра за это придется отвечать здесь, и перед Конгрессом, и перед избирателями, предвыборная кампания начинается, и вы должны это понимать, поэтому эта тактика, она довольно успешная, успешная, просто надо понимать, понимаете, и не делайте трагедии из всего этого, потому что вопрос еще не решен, и в этом вопросе у вас достаточное количество рычагов влияния и на Вашингтон в том числе. От вас зависит, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки, вот я вам, как американец, говорю, от вас зависит, если Байден будет, использует этот исторический шанс, демократы могут остаться в Белом доме, если он его не использует, они вылетят, как пробка от шампанского, республиканцы сделают все, чтобы этим воспользоваться, я не говорю о том, что республиканцы так уж вас любят, особенно тот же Дональд Трамп, который сегодня лидирует у них, но у них есть достаточно лидеров, я имею в виду, и в Нижней Палате, и в Верхней Палате, и даже тот же Пенс, который еще не такой популярностью пользуется, но во всяком случае ведут себя довольно достойно и довольно правильно, они, наоборот, на противоходе сегодня давят на эту же администрацию, и именно в тематике Украины, поэтому я это вижу здесь изнутри, точно так же такие же процессы происходят в Европе, и плюс не забывайте о том, что сегодня ваши соседи главные, и те, которые также беспокоятся о своей безопасности, это Польша, страны Балтии, и они, я так думаю, на этом саммите будут приняты конкретные судьбоносные решения в отношении этих стран, точно так же, вообще будет меняться доктрина НАТО, я не думаю, что вот это саммит, просто обычный такой, рутинный какой-то саммит, это саммит, он такой вот, судьбоносный, может быть, даже исторический, далеко не случайно, вот такой, я помню, все саммиты НАТО, вот за последние там десятилетия я слежу внимательно за ними, но чтобы на таком уровне вот такие консультации шли, и вот значимость такого саммита, я не помню, а почему, потому что вот такая война началась, то есть идет предтеча Третьей мировой войны, и они понимают, что НАТО не сработало, НАТО не ответило достойно на эти риски, для того, чтобы больше такого не повторилось, они должны внести существенные коррективы, как в саму структуру НАТО, как в свое ее функциональное наполнение, и также в причины вот того, что это произошло, а это произошло непосредственно между Россией и Украиной, и эти страны, эта география никуда не отменяется, поэтому, значит, надо решать эту проблему правильно, то есть не загонять проблему внутрь туда, а надо ее как-то решать стратегически правильно, и тактически к ней двигаться, вот поэтому, я думаю, должно быть принято какое-то стратегическое правильное решение, может быть, какая-то дорожная карта, которая объяснит от Вильнюса до Вашингтона, и плюс успешное завершение этой войны, и сделать все то, что необходимо обеспечить эту войну, включая все то, что сказал генерал Залужный в своем интервью, потому что генерал Залужный так просто интервью не дает, публичное, вы вспомните, как это было после The Economist, какие результаты потом на фронтах, и вот сегодня точно так же, это не просто так это сказал, потому что контрнаступление, как мы все сегодня уже понимаем, даже еще не начиналось, ваша армия пока расчищает, дорогу, так сказать, пробивает, ищет слабое звено по всем этом оборонительном заслоне, который Запад, опять же, дал возможность россиянам это все сделать, несколько линий этой обороны, ну, при необходимой, так сказать, достаточно хорошей поставке необходимого вооружения, это можно тихо-тихо разбомбить, сегодня все отмечают, и разведка британская, и институт войны, то есть все отмечают, что сегодня Украина добилась вот за время вот этого, так сказать, разведки боя, намного больше, чем Россия добилась за год последней этой войны, в этом плане, то есть раз это так, значит, при необходимом количестве необходимого вооружения, И я думаю, именно это тоже будет одно из тем, и это одна из, может быть, разменных монет вот в этой дорожной карте точно так же. Я имею в виду ИАТА, КАМС и Ф-16. То есть все то, что сказал, я так думаю, я не сомневаюсь, что то, что сказал генерал Залужный, и раз это вышло в публичную плоскость, это будет реализовано. Вот это мое твердое убеждение. Может быть, это будет той самой, как вам сказать, компромиссным решением для того, чтобы президент Зеленский полетел бы в Вильнюс. Потому что по-другому они понимают, что президент Зеленский уже достаточно показал свой характер, и раз залуженный вместе с ним вот так наезжает на Запад, это же месседжи они отправили кому? Это не генералу Милле, а тем, которые стоят над генералом Милле, потому что, к сожалению, мы сейчас стали замечать, если в самом начале войны мы всегда говорили о том, что у россиян проблема от чего? У них политики командуют генералами, и поэтому у них вот так это и произошло. Всегда здесь на Западе всегда генералы командовали всем тем, что на земле. Но в зависимости от политической конъюнктуры в их странах, и в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, иногда политики начинают вмешиваться. И я так думаю, вот начало предвыборной кампании, вот эти все проблемы взаимоотношениями с республиканцами и демократами, и плюс вот эти в администрации, вот эта борьба разных этих самых, так сказать, группировок, оно вот и дает себя знать. И поэтому, может быть, и генерал Остин с генералом Милле, я так думаю, они поддерживают полностью вот это интервью «Вашингтон-Пост». Я не думаю, что он, когда это интервью давал, там ничего такого против Остина и Милле нет. Но там есть очень много против политиков, которые стоят над Остином и над Милле. Что стоит за этим приездом Уильяма Бернса? Это просто время от времени нужно сверять температуру по палате? Или действительно это вот то, как некоторые трактуют, что все-таки нам иногда предлагают несколько альтернативные планы, помимо выхода на границы 91-го года? Знаете, одно дело приезжает генерал Остин или генерал Милле, другое дело приезжает шеф разведки. У них разный социальный статус в Белом доме, и у них разная работа, совершенно разная работа. Это как больной человек идет к кардиологу или больной человек идет к ортопеду, так скажем. То есть это у человека есть проблема, но это два разных врача. И да, они оба врачи, они получали базовое медицинское образование, и они могут на общие темы говорить. Но когда идет конкретно узкая специализация, тут уже, конечно, они совершенно по-разному приезжают, и они разные темы обсуждают, у них разная повестка дня. И повестка дня от директора ЦРУ, она, конечно, резко отличается от всех других повесток дня, включая визиты того же Блинкина или визиты каких-то политиков, потому что это все-таки разведка. И, конечно, всех смущает то, почему за ним такой шлейф. Потому что он был послом в Москве, и он имел отношение к дипломатии непосредственной. Поэтому люди, которые приходят из дипломатии в разведку, а иногда из разведки в дипломатии, вот как в Турции, например, Хакам Фидансов, новый министр иностранных дел, он более 10 лет возглавлял турецкую разведку. И вот он, видите, из разведки усиливает сегодня дипломатию, потому что он, хочешь не хочешь, это все-таки разведка, она, это та же дипломатия, только там немножко другая специфика. Но, опять же, это работа с международным сообществом и с теми странами, с теми рисками, откуда это все есть. Просто есть тема, которая решает разведка, есть тема, которая решает дипломаты. А когда они решают каждый по-своему, и тогда вперед дают военных, и которые уже дальше, если, конечно, задача такая, тогда приходится решать это военным. Я так думаю, что Уильям Бернс, во-первых, пришел, как вы правильно сказали, изучить микроклимат. Здесь, в Украине, он регулярно, наверняка, это делает, для того, чтобы потом прийти и доложить, насколько сегодня военно-политическое руководство Украины цельно, стабильно, монолитно. Вот, какой институт власти сегодня в Украине, ну, на самом деле, самый главный президент Зеленский, его администрация, или же армия, генерал-залужный, или же, может быть, это единое целое, потому что я так думаю, что он не только встречался с президентом Зеленским и с Будановым, наверняка он встречался со всеми ключевыми членами кабинета, и, я так думаю, обменивался с ними, конечно, соответствующей необходимой информацией. Обсуждали наверняка все вопросы, включая ядерную тематику. Вполне возможно, они обсуждали и политические моменты, связанные с Вильнюсом в том числе. Но я не стал бы искать здесь черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет, как говорил Кунг Фуци, в том плане, что и Уильям Бёрдс, и Блинкен, и любой представитель его аппарата, они решают командную задачу, это команда. И в команде есть баланс интересов. А сегодня, насколько я понимаю, вот апогеем этого баланса интересов мы увидим этот саммит в Вильнюсе. И вот саммит в Вильнюсе, он четко покажет, на каком уровне сегодня интересы США, подчеркиваю, именно США, а не НАТО, потому что ключевой роль играет, конечно, США и Великобритания. Вот они сейчас там будут это решать, этот вопрос. Может быть, Соединенные Штаты даже дадут вперед Великобританию, для того, чтобы как-то конкретизировать тему безопасности Украины на переходный период до полного членства. Такое тоже может быть, потому что, вы понимаете, есть вещи. Вот, например, штормшедов сегодня, они же у вас есть, а это же тема дальномольных ракет, так скажем. Поэтому точно так же, как помните, тема была с этими Абрамсами и со всеми другими. Поэтому есть вещи, которые, может, американцы перепорочат кому-нибудь. Может быть, эти все вопросы обсуждались, согласовывались. Я просто не думаю, что здесь тема каких-то переговоров шла. Скорее всего, все понимают, если кто-то думает, что сегодня какие-то сепаратные за спиной Украины идут какие-то переговоры, за спиной России, за спиной Путина, особенно через призму того мятежа Пригожина, что произошло сегодня в России, сто процентов идут. Я не сомневаюсь, что они идут. Они идут с политической элитой России. Вы же, знаете, около ста, чуть даже больше, сто говорят, сто два или сто три олигарха есть. И эти все олигархи, они в теме, и они связаны в той или иной мере с этими башнями Кремля. Я уже не говорю, что произошло вокруг Пригожина, лишний раз показало, как все там разношерстно. И поэтому со всеми ними работают. Есть группа, которая это связано с Путиным, а есть те, которые не связаны. И, конечно, они будут ими работать. А кто будет ими заниматься? Заниматься разведкой ими и занимается. И это не только Уильям Бёрдс, но очень многие, которые это будут решать на разных уровнях, по-разному. Потому что, как я понимаю, в этой службе вот этот случай с Пригожиным показывает, что его сливают, Путина. И это слив не такой простой. И мятеж еще не закончился, как я говорю. Процесс будет еще продолжаться. Еще неизвестно, когда это снова аукнется. Может быть, к этому и контрнаступление какое-то удачное ваше, или что-то направление. Поле боя тоже на это как-то подействует, прореагирует. Может, об этом тоже говорил. Скорее всего, Уильям Бёрдс не может такого быть. Потому что все прекрасно понимают, какие-то вот такие внутриполитические катаклизмы в той же России. В той или иной мере отразятся как на ходе военной кампании, так и на общеполитическом вот этом всем процессе. И разведка не может этим не интересоваться. Это главная задача этой разведки. Поэтому шел обмен на эту тему. То есть я бы рассматривал визит Уильям Бёрдса вот именно так широко, а не как через призму каких-то переговоров, которые вот сегодня кто-то хочет заставить Украину сесть за стол переговоров. Я этого не вижу, я этого не ощущаю. Я знаю, что о том, что раз уж поставлена тема этого наступления, раз ваш генерал-залуженный так открыто, публично на эту тему говорит, он говорит, идите за русским кораблем, мы будем делать наше наступление ровно так, как мы считаем нужным, а вы нам дайте то оружие, которое вам нужно. Только после этого вы можете прийти и от нас что-то требовать. Мы идем пока своим путем. А тема переговоров еще на повестке дня не стоит. Другое дело, может быть, они не разговаривали на эту тему, о том плане, что вот дойдем до перешейка, разбомбим Крымский мост, и тогда с позиции силы, может быть, мы вас и позовем, и китайцы заодно позовем, заодно скажем, и давайте усмиряйте Кремль, и говорите, давайте добровольно освобождайте тот же Крым. Вполне может быть, на эту тему уже, они же о чем-то встречались в Дании, в Копенгагене, собрались там все секретари Совета Безопасности, и туда и Брикс приглашали, Россию уже не приглашали, поэтому очень много тем, понимаете, вот мы должны все смотреть, мятеж в России, совещание в Копенгагене, исторический саммит сейчас в Вильнюсе, которого такого саммита не было, потому что однозначно они будут решать стратегические будущие этого НАТО, этого альянса, они будут решать проблемы у стран Балтии, Польши, Румынии, и какие там, вполне может быть, там и ядерное оружие туда подтянут, потому что, ну, через призму того, что там территория Белоруссии сегодня такая тоже нестабильная и неспокойная, то есть это тоже должна быть определенная демонстрация. То есть это все, это все будет решаться на этом саммите, и в контексте этого, естественно, поставки необходимого вооружения, и Ф-16, и Атакамский, вот что будет наступление, там, август, сентябрь, и потом как это все будет решаться, то есть во что это может вылиться, вариант А, вариант Б, вариант С, то есть, а если завтра, на самом деле, хоть и малая вероятность, как говорят эксперты взрыва Запорожской атомной электростанции, а вдруг он на это и пойдет, как на, вдруг он китайцев не послушает в данной ситуации, возможно такой вариант? Конечно, маловероятно, но может пойти на такой вариант. Китайцы пока до конца этот процесс не контролируют, хотя мы все думаем, что китайцы как будто бы имеют огромное влияние, да, нет, китайцы хотели бы контролировать эту территорию, но пока, чтобы китайцы имели бы рычаг, нужен какой-то удар на поле боя, пока этот удар они еще окончательно не получили. Посмотрите, сколько вопросов, вот они все сегодня на поверхности, я вот так вам озвучил в течение 50 минут, а вот это все происходит в режиме онлайн, каждый божий день, и поэтому, когда мы хотим однозначного решения и однозначного понимания таких визитов, как визит директора ЦРУ к вам или визит директора ЦРУ еще куда-нибудь, не рассматривайте. Вот точно так же, как визит Блинкина, визит Блинкина в Китай, и после этого заявления китайских дипломатов, посмотрите, как китайцы стали по-другому говорить, не просто так вот такие, иногда утечки дают, иногда конкретно говорят, то есть Китай сегодня вроде бы нормально стал говорить, а почему стал вроде нормально говорить, может быть, они о чем-то договаривались, потому что они понимают, рано или поздно им придется делить этот мир, и тема России Китая тоже интересует, потому что и Америка глаз построила на эту территорию, и Китай построила, и те, и другие не хотят развала. Вот Украина хочет, вот вы все хотите, я знаю Олена Курбанова и все остальные украинцы, вы этого хотите, а они же по-другому смотрят на это, они хотят, например, поменять того же Путина, поставить кого-нибудь другого, но держать эту географию под контролем, единственная тема ядерного оружия. Я так думаю, вот у меня американцы, тот же Блинкин приехал, наверняка сказал, сможете разрулить, сможете сделать так, денную нуклеализацию этой России, сможете вот это, тогда контролируйте эту всю территорию, да, точно так же, как вы можете потом контролировать ту же Белоруссию, да, то есть вы уберете Путина, уберете Ельцина, просто другое дело, может быть, они у них какие-то общие разговоры, общие планы, тоже может быть. Я вижу, что Китай меняется, Китай тоже держит нос по ветру, Китай понимает, что в какой ситуации он может эту территорию контролировать, а в которой нет. И Уильям Бёрс один из тех, кто доводит такого типа мнения, вот в геополитическом плане, это работа разведки, и наверняка Уильям Бёрс встречался с китайскими специалистами на эту тему, потому что надо встречаться с главными игроками в этой тематике, которые непосредственно, и я не сомневаюсь, что и в Москве точно так же с ними контактируют, более того, наверняка работают со всеми этими олигархами, которые за границей, которые, посмотрите, с Абрамовича, да, видите, продал Челси, а деньги не дают ему, не дают ему, хочешь получить эти 2 миллиарда, шевелись. Отдавай Украине. То есть вот такое, не только отдавай Украине, да, то есть давай всех остальных тоже шевелите, влияйте как-то на генералов там, делайте этих пригоженных там побольше, то есть разберитесь, вы что, или хотите все с копом идти туда, то есть вы увидели, что там, не мы же будем этим заниматься, вы должны этим непосредственно там заниматься, давайте вперед, а мы уже поддержим. Продолжают ли в Америке говорить и поддерживать идею того, что Украина заканчивает войну не компромиссом, не договоренностью, а выходом на свои границы 91-го года, да, то есть возвращает все свое? Недавно проводили опросы общественного мнения, Ройтер, скажется, проводил, и по сравнению с Майем, по сравнению с Майем, как среди республиканцев, подчеркиваю, как среди республиканцев, так и среди демократов, процентов на 20 увеличилась поддержка в общественном сознании. Именно это очень важно понимать, если вы спрашиваете про общественное мнение, если вы спрашиваете про истеблишмент здесь, в Соединенных Штатах, я сужу по тому, что я вижу в Конгрессе, я сужу по тем слушаниям, и именно в первую очередь стороны лидеров Конгресса, Нижней, Верхней Палаты, лидеров республиканцев, лидеров демократов, вот, я смотрю на последние заявления, которые делают официальные лица, я вот вам очертил геополитическую, так сказать, активность, и тематики, которые сегодня стоят на повестке дня, и просто, знаете, когда это все ты понимаешь, мне трудно предположить, что сегодня невозможно остановиться вот после такого пройденного пути на полпути, это просто невозможно, и я очень надеюсь на то, что президент Байден отдает себе отчет, и он понимает, что сегодня как раз-таки нужно принимать судьбоносное ресурс. Может быть, если до этого тактика, вот такая медленная тактика засасывания России в болото, то есть медленная тактика на истощение за счет, опять же, украинского солдата, украинских граждан, за счет украинской крови, то есть это как будто бы, да, он мог бы как-то объяснять своим тут налогоплательщикам и своей команде, вот, то я не думаю, что когда приходит время четко говорить «да» и четко говорить «нет», а сегодня именно этот момент, вот саммит в Вильнюсе, это как раз-таки, ну, тот Рубикон, что ли, когда уже, ну, пора прекратить вот эту дипломатию, уже конкретно точно надо сказать, да нельзя тянуть быка за рога, то есть надо конкретно принимать решение, и я думаю, вот именно в Лондоне он и будет принимать это решение, это решение не будут принимать там в кулуарах, когда они встретятся, потому что они каждый день общаются, и здесь все ждут решения Великобритании и США. Может быть, они договорятся до какого-то такого варианта, который устроит Украину, я имею в виду, на переходный период. Вам нужно этого достаточно, то есть Израиль знает, что Израиль никто не любит в Европе, Израиль никто и не принял бы никогда в жизни, Израиль – НАТО. А Израиль, между прочим, заручился поддержкой США и спокойно находится вот в таком окружении, и заметьте, Израиль все решает так, как он считает нужным. Ему не нужен консенсус, ему достаточно одного мнения тех же Соединенных Штатов Америки. Более того, он иногда может и с мнением Соединенных Штатов Америки не считаться, когда это касается его вопросов национальной безопасности. Вот такого типа система, она наоборот, с моей точки зрения, сегодня очень важна. Вот, например, тот же пример с Азербайджаном. Азербайджану какой консенсус нужен был во время Второй Карабахской войны? Азербайджан спрошил у кого-то, если он был бы в НАТО, если он был бы еще где, в каком-нибудь политической структуре. У Азербайджана стратегический партнер военный – это Турция. Все, Азербайджан у них спросит, Турция у Азербайджана спросит. Больше ни у кого не надо. А если ты берешь партнера, правильно, это как, вот, понимаете, в разведку идете, да, это как альпинист куда-то поднимается. Вы берете 31 человек альпинистов, среди этих альпинистов есть и смелые люди, есть и трусы, а есть те, которые не переносят, и у них там клаустрофобия, или там много других болезней высоты. Разные проблемы будут. Зачем вам нужны такие попутчики, особенно когда вы идете на такой сложный путь, на Гималайя поднимаетесь. Так и у вас в этой ситуации. Сегодня у вас борьба за ваше существование. Вы должны четко понимать, вот, как вы правильно отметили, что НАТО – это не панацея от всех бед. НАТО – это тот путь, который вы избрали, вы идете этим путем. Но если это НАТО упорно вам говорит «нет», или играет с вами всякие бейрульки, вы должны в конечном итоге понять, вот, и таким же тоном, как ваш генерал Залужный сказать в газете «Вашингтон-Пост», но он сказал совершенно на другие темы. Он сказал, «Меня раздражает». Он же не имел в виду только журналистов, из западных изданий в том числе. Его раздражает именно все то, что и должно раздражать генералов, на которых иногда начинает влиять политики, или политическая конъюнктура в каких-то высоких кабинетах. Поэтому он так и сказал, «Мне наплевать на это все, и мне наплевать на шантаж ядерного оружия. Я буду делать то, что я считаю нужным». Поэтому здесь это очень важно понимать с вашей стороны точно так же. Ждать, что здесь в Америке будет единое такое стопроцентное мнение, это давайте не будем наивными. Этого не было ни вчера, это ни сегодня нет, и этого не будет завтра. Просто, опять же, вы можете сделать так, чтобы им было бы больше и выгодно. Вот поэтому сегодня ваша такая консолидация, ваша упертость, ваша уверенность в том, что будет до 91-го года, вот то, что вы каждый божий день говорите. Заметьте, в самом начале войны таких разговоров не было. И вот ваша вот такая упертость, ваша уверенность в том, что вы это будете делать, и это когда происходит вот так монолитно, заметьте, и здесь риторика поменялась. Когда вы меня спрашиваете, здесь у них что, а что они могут сделать? Что они, они прекрасно понимают, а как мы на них подействуем? Мы им ничего не дали, они освободили Киевскую, Сумскую, Черниговскую область. Сегодня у них, наоборот, огромное количество. Плюс есть огромное количество стран, которые их на самом деле искренне поддерживают. И они могут спокойно через эти страны продолжать это все делать. А мы где будем в этот момент? А как это отразится на внутриполитической ситуации здесь, в США, на моем рейтинге? А этот на меня сзади в шею дует, начнет меня критиковать, использовать. А мне это надо? То есть поэтому, знаете, политика, искусство возможное. Не волнуйтесь. Я, во всяком случае, пока этого не вижу. Но для меня очень важно сегодня дождаться этого саммита, потому что очень много поставлено на это с точки зрения, с американской стороны в том числе. Но опять же подчеркиваю, если здесь не будет принято то, что вы хотите 100%, можете не сомневаться, но вы получите намного... Ну, достаточно получите. Они же должны на какой-то компромисс с вами пойти. Без удовлетворения того, чтобы Украина согласилась бы, этот саммит не будет иметь никакого исторического значения. Потому что все уперлось ни в Польшу, ни в страны Балтии. Война идет на вашей земле. Поэтому они должны на это как-то реагировать. Или давайте атакам с вами необходимым количеством. Или давайте F-16. Или давайте все то, что закончит эту войну к концу этого года. Можете им сказать, что вообще на эту тему, на повестку дня этот вопрос не ставим. Вот вам все оружие, которое вам надо. Идите воюйте. Побеждайте, а после этого эта тема автоматически сама решается. То есть они должны как-то сделать так, чтобы Украина понимала бы, не стоит сегодня ломать копья на эту тему. Как не стоит нам? Если не стоит, тогда дайте все то, что нам надо. Мы тогда спокойно эту тему можем хотя бы временно закрыть. Не наезжать на вас по полной. А вы и этого делать не будете. И здесь нам будете тянуть быка за рога, тогда нет, дорогие мои. Мы тогда будем искать другой путь, как говорят, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. А вам это намного дороже обойдется, потому что сегодня уже нельзя будет вам соскочить с этого корабля. Вы идете с нами вместе, в связке, как я сказал, на Эвере. Сорвется Украина, сорвется Соединенные Штаты Америки. Можете не сомневаться. Сорвется Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова